Буйство фантазии, цветов, образов и эмоций – всё это фестиваль красоты «Невские берега», второй конкурсный день. Модели заняли свои места, мастера – во всеоружии. Судьи дают старт очередному этапу. К этому дню готовится не один месяц. Модели уже привыкли подолгу сидеть у зеркала, так как позади десятки часов тренировок. Нервное напряжение остаётся за кулисами, на подиуме только концентрация и скорость. Сидеть не тяжело, пока мастер творит. Тяжело сидеть при оценке судей, когда уже сводят руки, ноги, спины. Ну, знаете, это стоит того. Потому что это очень классное ощущение, когда ты идёшь по сцене и на тебя смотрят много-много народа. Всё масштабно, феерично, много достойных работ, много участников. Работы в большинстве своём очень хорошие. Мне нравится атмосфера соответствующая. Александр Панасюк ещё не так давно сам был на месте конкурсантов. Сегодня он по другую сторону баррикад и оценивал эти работы. Номинация яркая и даже эксцентричная. Своего рода вызов. Хейр-тату. Художественный выстрик волос. Выбор тех, кто за индивидуальность и креатив. Как я буду жить? Ну, наверное, так же, как жил и до этого. Только по утру придётся ставить волосы и всё. Общество вполне консервативное ещё. Я так считаю. В какой-то момент была свобода, когда все ходили, ну, как кому захочется. А сейчас тоже, как бывают, косые взгляды. Мне кажется, это душевное состояние больше. Модно, наверное, практически всё. Главное, чтобы это выглядело ухоженным, чтобы это выглядело законченным, лаконичным. Участникам конкурсов каждый раз приходится прыгать выше собственной головы. Условия состязаний заставляют их не ограничиваться знаниями, к примеру, только парикмахерского искусства, а быть мастерами и костюма, и мейкапа, и даже маникюра. Жюри оценивает не только чистоту и сложность исполнения задумки. Их надо удивлять целостным образом. Вот пример, знакомьтесь. Девушка-зонтик. Одни заказывают костюмы у знаменитых дизайнеров, другие подчёркивают свою индивидуальность совсем иначе. Порой в ход идут даже гвозди. Тяжело стоять, везде опасность меня окружает. Никому не подойти, никого не обнять, но в целом всё отлично. Мы, конечно, не взвешивали, но я думаю, килограммов пять точно есть. А когда ходишь в этом уже три часа, то килограммы увеличиваются. Их уже стало, наверное, пятнадцать. Организаторы признаются, что фестиваль с каждым годом как-то уже сам набирает обороты. Тем, кто всю эту историю когда-то придумал и воплотил в жизнь, остаётся только как зрителям наблюдать за праздником красоты. И следить за тем, как более двух тысяч участников не следует моде, а сами формируют тренды. Именно в это время и в этом месте. Такие сейчас будут звучать города, которых, ну, наверное, мы даже многие не слышали. А это доверие, и оно дорогого стоит. И мы уже думаем, как всех удовлетворить, как сделать так, чтобы все вышли на этот подиум. Страна огромная. А ещё присоединился Украина, Белоруссия, Казахстан. Это ближние зарубежья. Сейчас дальние зарубежья сегодня атакуют. Но мы тем временем возвращаемся на главную сцену, где начинается самое красивое и грандиозное дефиле второго конкурсного дня. Фантазийное двоеборье на тему Испания. Несколько месяцев тонкой ювелирной работы позади. На подиуме невероятные полотна, цветы, фонтаны и даже замки. Всё это постежорные изделия, уникальные украшения ручной работы из волос. Если не вру, килограмм примерно весит два, три с половиной. Мне кажется, намного больше, килограмм десять. За мыслью мастеров сложно угнаться. Для одних образ Испании – это страсть, фламенко, для других – чувственность и изящность. Юлия Гатина из Нижнего Тагила с ювелирной точностью воплотила из волос барселонский храм святого семейства, тем самым увеличив рост своей модели на 80 сантиметров. Просто Юля всё так подготовила, всё продумала, всё держится на спице таких, которые закреплены вокруг моей головы. Поэтому всё вполне удобно и комфортно. Впереди ещё несколько напряжённых фестивальных дней. Одним предстоит выбрать самых креативных и наградить, другим – напитаться атмосферой, общением с коллегами, обменяться опытом, новаторскими идеями и даже, вероятно, сделать наброски на будущее, чтобы воплощать фантазии не только на таких грандиозных профессиональных мероприятиях, но и в самых обычных салонах. Ведь, как говорят здесь, красоты никогда не бывает много. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин